МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире СИБИСИ информационная передача за Каспиум в студии Эльна Ралева. О самых актуальных новостях по ту сторону Каспия расскажем прямо сейчас. 20 лет успеха и процветания Азербайджана. 31 октября 2003 года прошла первая инаугурация президента Вильхамали. Страны тюркского мира повышают обороноспособность. На вооружение Кыргызстана поступили новейшие турецкие беспилотные летательные аппараты Ак-Нжи и Ак-Суньё. В Казахстане прошел второй курултай тюркских женщин. В нем приняла участие делегация из Азербайджана. Самостоятельное государство – активный участник международной повестки, придерживающийся своих внешнеполитических принципов. Именно такой авторитет на международном пространстве заработал Азербайджан под руководством Вильхама Алиева за 20 лет. В результате его внешнеполитической стратегии, позиции государства на международной арене значительно укрепились. Республика продолжает развивать взаимодействие со всеми странами, пользующимися авторитетом не только в регионе, но и в мировой политике в целом. Приступив к выполнению своих должностных обязанностей социально-экономического развития в Азербайджане от 24 ноября 2003 года, заложила основу для непрерывных и системных программ всестороннего развития страны, обеспечила реальную динамику социально-экономического развития. В продолжении этого указа, начиная с 2004 года, были приняты четыре государственные программы по социально-экономическому развитию регионов. В рамках этих программ инвестировано более 100 миллиардов монатов. «Проделанная работа дала свои плоды, об этом говорят цифры. Сегодня государственный бюджет Азербайджана достиг рекордного уровня, превысив 33 миллиарда монатов. Номинальный объем ВВП перешел отметку в 133 миллиарда монатов. Параллельно на постоянной основе уделяется особое внимание повышению социального благосостояния граждан, средней заработной платы, стипендий и пенсий». Параллельно экономическому развитию приоритетным вопросом для Азербайджана было армейское строительство, укрепление военной мощи республики. С середины 2000-х годов началось количественное и качественное усиление азербайджанской армии современной техникой и вооружениями. А для того, чтобы успешно его применять, необходимы были подготовленные кадры, хорошо обученные и имеющие практические навыки. Был поднят уровень военного образования, усилено как обучение в азербайджанских высших военных учреждениях, так и работа по направлению азербайджанских курсантов в различные специализированные образовательные учреждения за рубеж. Параллельно обновляется арсенал вооружений. Вскоре полученный опыт был успешно применен азербайджанскими военнослужащими при отражении масштабных военных провокаций вооруженных сил Армении в ходе апрельских боев Гюннюцкой и Товузской операций, которые шаг за шагом привели к победе в Отечественной войне, когда в ответ на непрекращающиеся военные провокации 27 сентября 2020 года азербайджанская армия перешла в контрнаступление. Спустя всего 44 дня армянская армия была разгромлена. Положен конец почти 30-летней оккупации азербайджанских земель. Дальше стоял вопрос о том, как доказать миру, что мы не страна-агрессор, что мы пострадавшая сторона, и мы имеем полное право, международное право, защищающее нашу территориальную целостность, и мы защищаем таким образом свои интересы, освобождая оккупированные территории. Огромная работа была проделана, потому что мы видели на всех международных уровнях, какое было давление на нас. Оно продолжается и по сегодняшний день, но результат уже был ошеломляющий. Как показала хронология событий, Ереван не имел намерения полностью вывести свои оккупационные войска с территории Азербайджана, несмотря на то, что взял на себя эти обязательства согласно трехстороннему заявлению. Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана осуществляли военные провокации, возводили фортификационные сооружения, закладывали мины. 19 сентября 2023 года вооруженные силы страны начали антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе. Таким образом, режиму преступной хунты на азербайджанских землях пришел конец. 15 октября 2023 года стал историческим днем. Спустя несколько десятилетий азербайджанский народ вернулся в Ханкенде. На центральной площади города был поднят символ гордости и независимости Азербайджана. Над территориями, находившимися почти три десятка лет под оккупацией, вновь стал развиваться трехцветный азербайджанский флаг. Сегодня я с гордостью поднял азербайджанский флаг и хочу еще раз сказать моему родному народу, что мы достойны этой победы. Азербайджанский народ добился этой победы ценой своей крови и жизни. Флаг, который я поднял здесь сегодня, будет развиваться здесь вечно. И мы будем жить здесь вечно. Карабах наш. Карабах – это Азербайджан. Подробнее смотрите сегодня в документальном фильме «Ильхам Алиев. Человек-слово» в 19.00 по бакинскому времени на телеканале СИМИСИ. Азербайджан, как всегда, полон решимости продвигать мирную повестку дня в благоприятных условиях, созданных для установления устойчивого мира в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Зайдом Аль-Нахаяном в рамках официального визита в УАЭ. В ходе встречи была обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе была акцентрирована. Внимание на существующем партнерстве между Азербайджаном и Арабскими Эмиратами. Они были приглашены воспользоваться потенциальными инвестиционными возможностями в Карабахском и Восточно-Зангизурском экономических районах. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с визитом в Китай, в рамках которого он встретился с главами нескольких компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс КНР. Стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Азербайджан и Китай развивают военные связи. Главы оборонных ведомств двух стран за последние годы неоднократно совершали взаимные визиты, которые поспособствовали укреплению связи между министерствами двух стран. Несмотря на географическую отдаленность Китая и Азербайджана, стороны всегда стремились к развитию дружеских отношений. Важную роль в этом сыграл исторический шелковый путь. Войно-технические связи между Азербайджаном и Китаем имеют достаточно глубокие корни. Географическое расположение Азербайджана очень значимо для Китая. Страна является воротами Китая в Европу. На повестке дня стоит реализация совместных проектов. В этой связи можно сказать, у военно-технического сотрудничества двух стран есть большие перспективы. Китайские компании оборонной отрасли принимают активное участие в работе Азербайджанской международной оборонной выставки «Адекс» и «Секюрекс Каспиан» выставки внутренней безопасности, охраны и спасательной техники. Среди них можно отметить Политэкнолоджес, одну из ведущих в Китае компаний, входящих в военно-промышленный комплекс страны, и СЭД Интернашнл. Думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями притворения в жизни всех поставленных задач. Сохранение и развитие в позитивном ключе отношений со страной, которая обладает ядерным оружием, является одним из постоянных членов Совбеза ООН, важный шаг, полностью соответствующий государственным и национальным интересам Азербайджана. Китай придаёт особое значение отношениям с Азербайджаном. Несмотря на то, что страны не имеют общих границ, их отделяют друг от друга тысячи километров, между ними установлены очень тесные и многосторонние межгосударственные отношения. Китай является одним из первых государств мира, признавших независимость Азербайджанской республики и установивших с ней дипломатические отношения. За последние годы сотрудничество в различных сферах расширилось, а взаимное доверие укрепилось. В апреле 2018 года Азербайджан и Китай подписали документ об оказании друг другу военной помощи. Начиная с 2021 года в Кыргызстане ведётся активная системная работа по повышению обороноспособности страны. Она включает в себя в первую очередь оснащение армии. Страна приобрела у Турции новейшие летательные аппараты Ак-Нжи и Ак-Сунгер. В прошлом году Кыргызстан также закупил турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник Байрактар. С подробностями наш корреспондент из Кыргызстана Екатерина Токамбаева. Большие беспилотные летательные аппараты Ак-Нжи и Ак-Сунгур турецкого производства поступили на вооружение пограничной службы ГКНБ Кыргызстана. На что способна купленная техника, проверили на деле. Испытания Ак-Нжи и Ак-Сунгур в программе военно-тактических учений заняли особое место. Поступившие на вооружение погранслужбы Кыргызстана Ак-Нжи и Ак-Сунгур оснащены ракетами «Земля-воздух» и «Воздух-воздух». Они способны наносить удары как по воздушным целям, так и наземным объектам. Точность их поражения составляет до полуметра. Беспилотники способны выполнять боевые задачи как днем, так и ночью. Оснащены высокотехнологичными приборами оптического и радиолокационного наблюдения, а также приборами лазерного прицеливания. Уникальны не только приобретенные беспилотники, но и сам факт их покупки. До 2021 года Кыргызстан не приобретал вооружение. Армию оснащались за счет грантовых средств или же по линии безвозмездной военной помощи. Впервые в истории страны за счет республиканского бюджета для пограничной службы приобретены высотные беспилотники Ак-Эн-Жи и Ак-Сунгур. Это современные, высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты. Уверен, что освоив в полной мере новое вооружение и военную технику, военнослужащие будут использовать ее целенаправленно на обеспечение безопасности границ. Кроме беспилотников, в ходе учений на военном полигоне Идельвейс, это побережье озера Иссыкуля, участвовали дроны отечественного производства, бронированные машины типа «Тигр», «Аксум», оборудованные крупнокалиберными пулеметами и предназначенные для уничтожения, подавления живой силы, огневых средств противника, а также низколетящих целей. Эти учения были организованы для того, чтобы опробовать новую технику, имеющуюся на вооружении Кабыстана. Мы проверили свою готовность, обнаружение цели в воздухе, опробовали новые турецкие дроны «Ифтар» и «Шахин», которые способны определить, где находится враг, наши минометчики, используя эти координаты, могут нанести точечный удар. Участвовали в учениях также 40-мм шестизарядные гранатомёты РПГ, предназначенные для уничтожения открытой живой силы противника. Они находятся на вооружении погранслужбы Кыргызстана. Военно-политическая ситуация в мире остаётся сложной. Каждый военнослужащий, на которого возложена ответственность за обеспечение границ и безопасности нашей Родины, должен быть в состоянии повышенной готовности. Вместе с тем, Кыргызстан всегда придерживался и будет придерживаться международно-правовых принципов и норм. Начиная с 2021 года, в Кыргызстане ведётся активная системная работа по повышению обороноспособности страны. Она включает в себя, в первую очередь, оснащение армии. В прошлом году Кыргызстан также за счёт республиканского бюджета приобрёл турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат «Байрактар». Основными поставщиками военной техники и оружия сейчас для республики являются Турция и Россия. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу-Умурбек. Специально для CBC из Кыргызстана. Военно-политическое сотрудничество стран тюркского мира обсудим с руководителем исследовательского центра «Эйх плюс аналитикс» Фархадом Касыновым. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, рад вас приветствовать. Добрый день. Как сегодня можно охарактеризовать, на ваш взгляд, военно-политическое сотрудничество стран тюркского мира? Ну, прежде всего, хотел бы сказать, что сейчас, можно сказать, идёт новый прорывный этап развития отношений, в том числе в сфере налаживания оборонной промышленности, между странами Центральной Азии и Турцией. Только что вот с сюжета здесь было рассказано о том, что Турция в 2021 году передала, вернее, была осуществлена продажа беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Но необходимо ответить, что в отношениях, например, с тем же Казахстаном данное сотрудничество прошло ещё глубже. Например, в Казахстане подписано между Казахстаном, в межаказахстанской компании и турецкой компанией Turkish Iron Space, подписано соглашение, меморандум о производстве уже на территории Казахстана, опять же, турецких ВПЛА, Анка. То есть можно сказать, что сейчас идёт налаживание отношений. Можно сказать, что подобные же меморандумы, соглашения заключены также между Таджикистаном и Узбекистаном. В данном случае, конечно же, наибольший отдел сотрудничества это между Турцией, Казахстаном и Узбекистаном. Это логично, потому что Казахстан является одной из наиболее финансово обеспеченных стран региона, в то время как Узбекистана самая большая численно армия в Центральназианском регионе. Поэтому, конечно же, эти страны будут первым делом сотрудничать с Турцией. Данное сотрудничество, почему я говорю о новом этапе, потому что оно сейчас начало активно развиваться, примерно с середины 2021 года, а после января 2022 года, после январских событий в Казахстане, это сотрудничество ещё больше усилилось. Если раньше были основные соглашения, связанные с обучением казахстанских офицеров и узбекских, кыргызских офицеров на территории в высших военных учебных заведениях Турции, в частности, например, за время независимости более 300 офицеров было подготовлено в Турции, в Анкаре, в других городах, то можно сказать, что сейчас данное сотрудничество к решному уровню, потому что уже и многие турецкие военные производства сейчас начинают постепенно локализоваться на территории стран Центральной Азии. Это же и Казахстан, это же и Узбекистан. В частности, можно сказать, что сейчас идёт очень хорошая наработка между оборонной компанией Казахстана, например, Казахстан Инженерик, по строительству не только беспилотников, но, например, и бронетехники. Подобные же соглашения заключены между Узбекистаном. Мы знаем, что вооружение поставляется также в страны, в такие страны, как Таджикистан и Кыргызстан. Но, помимо этого, ещё необходим ответ, и это уже беспрецедентно, то, что, например, с 2022 года проводится совместное учение вместе с странами Центральной Азии и Турции, турецким вооружённым силам, в частности, можно сказать, очень показательно были учения Ефес-22 в городе Измир в июне 2022 года. Чуть позже прошли учения уже в ноябре в городе Спарта. То есть там была подготовка в рамках подготовки обучения силы специального назначения, это очень важно для Казахстана. То есть можно сказать, что сейчас мы видим очень резкий старт и, можно сказать, форсированное военное сотрудничество между Турцией и Центральной Азией. Мы знаем также, что военно-политическое партнёрство, тюркские государства, судя по мнению аналитиков, становятся визитной карточкой полного взаимопонимания на огромном пространстве, буквально от западных границ Китая до Центральной Европы. Что вы думаете по этому поводу и что лежит всё-таки в основе вот такого взаимопонимания? Ну, конечно же, в основе такого взаимопонимания лежат тюркские корни наших стран. Вообще, изначально сказать, что именно независимость стран Центральной Азии в первую очередь признала именно Турция. Например, в Казахстане никто не забывает о том, что независимость Казахстана через 20 минут после объявления нашей независимости признала именно первая Турция. Аналогичные же действия были предприняты относительно других стран Центральной Азии. И именно то, что Турция признала у нас в те сложные моменты, дало возможность потом уже говорить о признании такими крупными странами, как державами глобальным, как Соединённых Штатов Америки, КНР, в частности, та же самая Россия. То есть Турция изначально очень сильно поддерживала наши страны. И это же, конечно, проявляется во всех сферах. Военное сотрудничество – это, скажем так, новое слово в нашем партнёрстве многих лет. Но первым делом шла, конечно же, экономическая поддержка. Все крупные объекты первоначальной временной независимости в Казахстане, Узбекистане и других странах были построены исключительно при поддержке турецкой стороне, турецкой настоятельной фирмы. Взаимодействие идёт в экономике, в культуре, в социальном отношении, в образовательном. В Казахстане, например, очень много образовательных учреждений именно турецкого плана. Это Казахстанно-турецкий ИЦС, очень хорошая базовая подготовка в области физики, математики. Есть университеты, в частности, университет Сулеймана Демиреля, СДУ, например. То есть можно сказать, что военное сотрудничество – это стало, скажем так, завершающим этапом налаживания отношений между Турцией и странными цирками Азии. И, конечно же, мы на это всё смотрим с оптимизмом, потому что мы знаем, что в этом году – столетие Турецкой Республики, с чем мы поздравляем турецкую сторону. И думаем, что с неплохими результатами Турция подошла к этому. И в рамках концепции столетия Турции, туру тюркского мира, конечно, мы думаем, что в ближайшие годы отношения будут только-только ещё более усиляться и развиваться. Я думаю, что то, что мы видим, это всего лишь начальный этап. В ближайшие годы мы будем видеть ещё большее сближение Турции и других тюркских стран, прежде всего, в Центральной Азии. Ну что ж, спасибо вам большое, что подключились к нам. Спасибо. С нами на связи был руководитель исследовательского центра «Эйплюс Аналитикс» Фархад Касенов. А мы продолжаем наш выпуск. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Казахстан с целью повышения энергобезопасности своей страны. В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки. В прошлом году Казахстан и Франция утвердили дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года. По сообщению Bloomberg, расширение присутствия французской компании «Арана» в Казахстане станет одной из тем для обсуждения во время визита Макрона. 2 ноября также запланирован визит французского лидера в Узбекистан. По данным агентства визита Эммануэля Макрона, в страны Центральной Азии направлены на налаживание поставок урана. Атомная отрасль республики находится в тяжелом положении после запрета военной хунты, захватившей власть Нигерия, поставлять уран во Францию. Даже лучше, чем ожидали, Национальный банк Кыргызстана скорректировал свои прогнозы относительно годовой инфляции в стране. Изначально планировалось, что текущий год республика завершится с инфляционным показателем в 10-12%. Но теперь уже говорится о 9%. Если сравнивать с результатами прошлого года, то инфляция в Кыргызстане в текущем году снизилась почти вдвое. Как удалось добиться таких успехов, выясняла Екатерина Токамбаева. Кыргызстан, как импортзависимая страна, ощущает на себе последствия всех экономических изменений в мире. Одна из таких реакций на происходящее – инфляция. В прошлом году она была практически бесконтрольной. Потребительские цены тогда выросли на 14,7%. В этом же году, вопреки всем пессимистичным ожиданиям, Национальный банк зафиксировал снижение инфляции почти вдвое. Показатель годовой инфляции в Кыргызской республике продолжает замедляться. В октябре 2023 года по состоянию на 20 число инфляция в годовом выражении составила 9,2%, снижившись с уровня 14,7% в декабре 2022 года. В структуре ИПЦ наблюдается замедление роста цен на продовольственный компонент. Однако цены на услуги непродовольственных товаров сохраняются на прежних уровнях. Борьба с инфляцией в стране ведется, что говорится, по всем фронтам. За короткие сроки производство сельхозпродукции в Кыргызстане выросло на 6,4%, а это позволило сдержать рост цен на многие продовольственные товары. Несколько раз Министерство экономики вводило госрегулирование стоимости наиболее востребованных товаров, в частности муки и угля. Национальный банк для снижения инфляции прибегнул к основному инструменту денежно-кредитной политики. Весь год держал учетную ставку на одном уровне. С начала 2022 года инфляционные риски в целом не только в Кыргызской республике, но и в регионе усилились. И в этой связи Национальный банк ужесточил денежно-кредитную политику. В прошлом году учетная ставка была повышена до 14%. Потом к концу прошлого года учетная ставка Национального банка была снижена до 13%. И в текущем году, в течение всего этого года, Национальный банк удерживал свою учетную ставку на уровне 13% с целью снижения уровня инфляции до целевых показателей 5-7% в среднесрочной перспективе. Большая работа ведется и для ограничения монетарного фактора инфляции. Кыргызская экономика привязана к доллару, а он по отношению к национальной валюте за текущий год подорожал на 4,25%. Чтобы колебания курса иностранной валюты не повлекло за собой рост потребительских цен, Национальный банк в этом году провел с десяток интервенций. С начала года Национальный банк провел интервенцию на сумму 655,7 миллионов долларов. Это по состоянию на 30 октября. Сейчас валюты в банковском секторе как наличные и безналичные достаточно. Ситуация на валютном рынке остается относительно стабильной. В Национальном банке Кыргызстана прогнозируют, что если ситуация будет развиваться по тому же сценарию, то к допандемийным показателям уровня инфляции в 5-7% страна вернется уже к концу 2025 года. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу-Умурбек. Специально для СБС из Кыргызстана. Поддержка частного бизнеса и предприятия агропромышленного комплекса Казахстана, а также меры по обеспечению населения жильем. Эти направления были в центре внимания акционерного общества «Национальный управляющий холдинг Байтырек» в текущем году. На встрече президента Касым Жомарта Токаева с председателем правления холдинга Байтырек Нурлана Байбазарова было отмечено, что финансирование инвестиционных проектов достигло 511 миллиардов тенге или 1 миллиарда 90 миллионов долларов. Это позволило поддержать свыше 18 тысяч проектов малого и среднего бизнеса. Ожидается, что в ближайшие два года Байтырек удвоит объем поддержки несырьевого сектора экономики и простимулирует кредитование коммерческими банками проектов в обрабатывающем промышленности. За 9 месяцев текущего года за отчетный период холдингом профинансировано инвестиционных проектов на сумму 511 миллиардов тенге, оказана поддержка агропромышленному комплексу на сумму 447 миллиардов тенге, введено в эксплуатацию 811 тысяч квадратных метров жилья. Также 47 тысяч казахстанских семей получили новое жилье. В главе государства было доложено о проводимой работе по трансформации и цифровизации холдинга. В рамках данной работы холдинг намерен в течение двух лет удвоить финансирование несырьевого сектора экономики. Для финансирования проектов обрабатывающей промышленности и вовлечения банков второго уровня в кредитование экономики будет активизирована инвестиционная деятельность холдинга. Будут запущены новые программы по пищевой промышленности. До конца года будет создано полноценное экспортно-кредитное агентство. Работа от Басбанка будет переориентирована на поддержку жителей моногородов, районных центров и северных. Также холдинг планирует в течение двух лет завершить полную цифровизацию всех услуг и бизнес-процессов. По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по совершенствованию деятельности холдинга. В Казахстане прошел второй курултай тюркских женщин. В нем приняли участие делегации из Турции, Азербайджана и Кыргызстана. Курултай – это тюркское название собрания. В нем до исламские времена принимали участие женщины, и они принимали активное участие в общественной жизни. О чем же говорили на встрече тюркские женщины, расскажет наш корреспондент в Алматы Димаш Низам. Зал гостиницы «Казахстан» выглядит как место дебатов. Женщины призывают объединить свои усилия для сохранения мира и прекращения войн. Но как это сделать, когда женщины такие слабые? Наоборот, считают участницы курултая. В прекрасном поле хранится настоящая сила, способная на все. Это сила любви. Женщины воспитывают детей. Дети – это наше будущее, которые завтра станут главами государств, большими политическими деятелями. Женщины никогда не развязывают войны. Женщины, они в любой отрасли, мне кажется, они двигатели прогресса. Мы хотим пожелать, чтобы в наших государственных органах было побольше женщин. Почему? Потому что женщина – она мать. Женщины учат, конечно, и любви, и сострадания. На второй курултая тюркских женщин приехали представительницы сферы бизнеса, образования и науки из Турции, Азербайджана и Кыргызстана. Участвуют в нем и представительницы туркменской, узбекской и уйгурской диаспор в Казахстане. Женщины хотят, чтобы дети росли в спокойном мире, где все помогают друг другу, развиваются и не ищут причин для вражды. Через культуру и традиции тюркских народов воспитывать в детях доброту и искренность. Этот курултай оказывает поддержку и уважение всем тюркским женщинам. Мне это очень нравится. Я пишу книги для детей. Я не моя главная аудитория. Я не выступала перед курултаем, но с интересом послушала всех участников. Они говорили важные вещи о нашем единстве. В своих книгах я рассказываю о мессии Ата-Тюрка и его роли в нашей истории. Я бы хотела, чтобы мои книги были переведены и на другие тюркские языки. Ученые-историки утверждают, что у доисламских тюрков женщины имели право участвовать в собрании знати, тои или курултаев. На этих встречах решались очень важные общественные и политические вопросы. Димаш Низан, CBC, Алматы. Сборная Казахстана по мини-футболу завершила на первом месте групповой этап чемпионата мира, проходящего Рас-Эль-Хаме, Объединенные Арабские Эмираты. Казахстанские спортсмены выиграли все три матча в квартете и вышли в стадию курул. В матче третьего тура они обыграли хозяев турнира со счетом 2-1. У победителей отличились Асланбек Ашкенов и Абель Таржанов. Вместе со сборной Казахстана в 1-8 финала вышли и хозяева чемпионата, занявшие второе место. Третье и четвертое место заняли команда Ганы и Индии, покинувшие турнир. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели информационную передачу «За Каспием». С вами была Эльна Ралиева. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!